Приветствую вас на канале K-Custom PC, с вами Вадим, автор этого канала. Сегодня вас ждёт новогодняя игровая сборка бюджетом 80 тысяч рублей. Это будет довольно мощный среднетоповый компьютер с надёжными комплектующими, которые будут отлично друг друга дополнять. Есть небольшой спойлер, видеокарта будет из магазина, но купить такую же можно будет на 5К дешевле. Подробнее об этом дальше в ролике. И снова я жду ваших комментариев по этой сборке и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь. Итак, Новый год на носу. Шампанское открыто, мандарины почищены, комплектующие готовы. Это значит, что мы переходим к ролику. Давно просили сборку на Intel, и вот вам, пожалуйста. В нашем бюджете тяжело вывернуться и поставить процессор седьмой линейки Intel Core. Это будет либо на прошлых сокетах, либо никакой. Поэтому мы поставим народный шестиядерник 12-го поколения семейства Elder Lake Intel Core i5-12400F. Это очень неплохой процессор, который очень хорошо показывает себя в играх. У него шесть производительных ядер и 12 потоков. Базовая частота составляет 2500 МГц и 4400 в турбобусте соответственно. Он поддерживает памяти четвертого и пятого поколения, но ставить на DDR5 не имеет никакого смысла, ибо высокочастотную память он не вытянет. Значит, ставим на DDR4 и переходим к материнской плате. Процессор в этой сборке не то чтобы очень много потребляет и сильно греется, но это всё-таки шестиядерник, а не Celeron, и питание ему нужно соответственно. Его можно было бы без проблем ставить на мать аж чипсеты, но камон, мы собираем игровой ПК. Так что нужно больше разъёмов богу разъёмов. Наш выбор пал на игровую плату на B-чипсете. Gigabyte B760M Gaming X DDR4. Память, как можно понять из названия, четвёртого поколения. Столько же разъёмов под неё, значит всегда можно добавить ещё пару модулей. Также на плате имеется два разъёма по DM2 накопители, оба PCI Gen4, а у одного разъёма, кстати, есть встроенный радиатор. По питанию тут 8, плюс 1, плюс 1, а также на зоне VRM установлен внушительный радиатор. В общем, эта плата отличное решение для нашей сборки, поэтому переходим дальше. Как я и сказал, процессор греется не сильно, но всё же его TDP 65 Вт и боксовый кулер его не вытянет. К тому же мы собираем красивый ПК, а кулер процессора выделяется, поэтому в эту сборку мы поставим неплохой кулер от IT Cooling SE214 XT белого цвета. Радиатор имеет 4 тепловые трубки, а размер вентилятора 120 мм. Также вентилятор имеет ARGB-подсветку, которую можно подключить к материнской плате. В этот раз в нашей сборке 12400F, процессор, который не тянет память выше 3200 в Gear 1. Точнее, тянуть могут не только лишь все. И нам стоило бы взять память с частотой 3200, но зачем, если можно взять 3600 и попробовать? Так я и сделал. Ставим сюда Kingston Fury Beast, конечно же, с подсветкой. Частота 3600, тайминги 172121. И эта память без проблем работает с выставленным XMP профилем на 3600 и в Gear 1. Подрос бюджет, а значит у нас есть возможность поставить более объемный накопитель. Естественно, мы не рассматриваем SATA накопители, только M.2. Нам нужен быстрый, объемный и надежный накопитель, а значит будет неплохим решением взять сюда отличный, недорогой M.2 NVMe накопитель MP33 Pro от Team Group. Объем 1 ТБ по скоростям до 2100 на чтение и до 1700 Мбайт в секунду на запись. А гарантия на него 5 лет, что вообще пушка. На этом диски поместится и система, и куча игр. И как всегда, самое главное в игровой сборке это видеокарта. В этот бюджет можно взять что-то из прошлого поколения, например 3060 Ti, хотя это будет проблематично, конечно, если брать новую видеокарту. Так вот, отличным решением будет взять и поставить новую Polit NVIDIA RTX 4060. Да, тут всего 8 ГБ памяти, нежели к примеру 3060. Тем не менее, эта карта показывает себя лучше, даже учитывая, что урезана шина памяти. Так вот, как я и сказал в начале ролика, эту карту можно купить дешевле, а продается она на Авито. Ну а почему? Потому что их сейчас сливают те, кто купил ее на Мегамаркете, обналичивают таким образом бонусы, что на руку тем, кто решил сейчас собрать компьютер. Карты новые, на гарантии и зачастую даже не вскрытые. В частной версии Storm X самые нищие, но и те же дуалы можно без проблем найти. Итак, наша система потребляет немного, всего 370 Вт в пике. Но дело в том, что я уже купил блок питания для этой сборки, потому что рассчитывал поставить немного другую видеокарту, которая потребляет сильно больше, нежели 4060. В эту сборку пойдет неплохой блок питания MVE 650 White от Cooler Master. Отличный блок со стандартным сертификатом 80+, от проверенного производителя. Уже не в первую сборку я ставлю корпуса, которые мне нравятся. И сборка в этом ролике тоже не стала исключением. Все комплектующие будем ставить в корпус GMG GGG CC110 с очень красивой передней панелью. Она выполнена в форме буквы X, ну либо в форме часов. А главная фишка корпуса – подсветка. Она отзеркалена внутри этих треугольников. Выглядит реально красиво, но красота требует жертв. И эта жертва продов спереди. Спереди можно поставить ревентилятор изнутри, но смысла будет где-то примерно ноль. А все потому, что воздух не будет проходить. Там, конечно, есть перфорация, но поток будет никакой. Но в этой сборке это не страшно. Процессор ухватит и башня, которая будет брать воздух сверху. Но она выдав, все же есть вентилятор. Видеокарта мало потребляет, и у нее два вентилятора. И греться она будет минимально. Так что все хорошо. Итак, по комплектующим все рассказано, вроде бы ничего не забыл. Надеваем перчатки и начинаем сборку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, компьютер готов. И давайте посмотрим, что получилось. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...